в этой сыроварне из 30 литров молока я делаю вытяжной сыр сейчас идет мне прогрев сырного зерна сырное зерно для вытяжного сыра должно быть крупное объемное влажное поэтому весь процесс нужно контролировать его сейчас немножечко вымешала и ставлю мешалку чтобы она вымешивала друзья представляю вам сыр это сыр grand silver из козье коровьего молока срок выдержки два года два года мы ждали чтобы разрезать эту головку сыра вес головки сейчас 6 килограмм 600 грамм сыр вызревал в натуральной корочки послушайте как звучит эта головка сыра просто огонь шикарный вкус аромат ребята это того стоит ждали два года посмотрите какой результат антон сейчас ножом его видели да просто раскалывал вот кусочек у нас отломился классный сыр ароматика никаких натуральных красителей мы не добавляли посмотрите кристаллики молочного сахара они уже здесь крупные какая корочка посмотрите все равномерно вызревала друзья пишите мне в социальные сети ссылочки под видеороликом заказывайте сырные наборы сделаем для вас отправим поэтому такие эксклюзивные сыры можно заказать в ремесленных сыроварнях наша сыровать сыроварня это и является у нас все натуральное посмотрите какой классный сыр в нашем арсенале есть еще такие сыры поэтому мы их будем разрезать дегустировать и показывать что у нас получается а теперь разрежем головку сыра это монтазио из козье коровьего молока вес головки 7 килограмм 300 грамм выдержка два года слышите звук звук какой глухой сыр по вкусу просто не описать словами это нужно пробовать посмотрите какая текстура внутри также имеется кристаллики молочного сахара сыр мы раскалывали ножом корочка посмотрите в меру толстая сыр когда уже вызрел я его покрыла прозрачным латексным покрытием а до этого сыр возревал у меня в медовой обмазки натуральной корочки сто процентов шикарный результат я довольна антон доволен мы молодцы ребята заказывайте наши сыры и наслаждайтесь но это сто процентов козий сыр называется дарсан также вызревание два года 8 килограмм 300 грамм послушаем как он звучит глухой звук барабан замечательный сыр обратите внимание на его структуру здесь она более мягкая более эластичная этот сыр был сделан из полностью цельного козьего молока этот сыр можно было оставить еще наверно на год-два это точно и тогда получился бы еще более пикантный сыр но и в этом сроке выдержки согласитесь два года вес головки 8 килограмм 300 грамм я результатом на сто процентов довольна сыр ароматный классный когда головку сыра вскрыли чувствуются нотки спиртуозности как будто вскрыли дорогую бутылку с вином а это сыр из коровьего молока легера с тунцом с добавкой песто головочка до двух килограмм срок выдержки 4 месяца стол прибыл транспортной компании пэк как всегда оборудование было в обрешетке обрешетку пришлось снять вдвоем мы этот стол погрузили в машину задние сидения сложили несмотря на то что кажется такой габаритный груз объемная коробочка вдвоем мы ее легко подняли я считаю что процесс распаковки тоже нужно показать потому что это интересно это как минимум уже предполагает какую-то информацию донести сверить комплектацию собрать стол и уже так удобно будет занести его в цех вы видите что груз приходит помимо фирменной упаковки вот этот ящик большой еще находился на полете в обрешетке поэтому он доезжает весь целый вы видите все аккуратненько и здесь еще даже небольшая обрешетка у самого ящика есть закручен он на саморезах лучше запаситесь либо отверткой либо шуруповертом потому что придется откручивать много так как все закручено на совесть вот это вот тема упаковки из фанеры это классная тема потому что у вас остается ящик который можно покрасить и применять уже в своем хозяйстве вам не надо его собирать то есть у вас практически получается дополнительно еще и мебель ну например шкаф для каких-то хозяйственных нужд всем еще раз здравствуйте кто меня знает а кто не знает меня зовут антон елисеев я владелец сыроварни елисеевых с ольгой ольга является главным технологом ну и по совместительству я ищу и распаковщик и сборщик оборудования на нашем предприятии крышку я снял у меня получилось что четыре колеса смотрят на меня вижу что здесь уголок это скорее всего фартук закрытый картонную сейчас составляющую которая вот здесь лежит я убираю в сторону и благодаря ребятам на канале мастерской инновации очернядева я посмотрел что они снимали одну стенку собственно говоря я наверное также и поступлю потому что все таки стол габаритный и достать мне одному его сейчас но не представляется возможности немножко ящик наклонил и снизу также саморезы выкрутил ну вот таким образом сейчас вот он у меня выглядит столик можете заметить что везде подложки из картонки везде обернута тоже упаковочной пленкой кстати заполечено было и обрешетка тоже была вот в этой стрейч пленки в хозяйственный в транспортировочной то есть очень хорошо хорошая упаковка я просто еще раз повторяюсь то что вот видно на каждом этапе когда идет комплектация оборудование все проложено вставочками картонами достаем гарантийный талон от и к контролер то есть говорит о том что комплектация проверена но соответственно когда мы получаем оборудование в нашей задачи входит непременно после распаковки ну обязательно все проверить если вы производите распаковку сложного оборудования предполагаемого к сборке например сыроварня возьмите штатив поставьте телефон на запись и проверьте комплектацию ну мало ли какие в жизни бывают ситуации что-то забыли везде человеческий фактор что-то забыли положить вы всегда сможете ребятам в техподдержку просто замечательную отправите сказать ребят ну вот что то вот здесь вот не хватает может быть кстати может быть и такое что уже деталь прикручена у меня такое было с голден смокером с коптильней не помню уже но какая-то деталь она находилась а я ее искал по паспорту в комплектации и мне из техподдержки ребят подсказали что она вот она у вас уже стоит вот поэтому друзья осматривайте на предмет целостности оборудование всех всех узлов когда у вас стоит камера вы просто-напросто можете наглядно показать всю распаковку понимаете вот поэтому продолжаю распаковочку сейчас фартук я освободил от упаковочки никаких претензий к целостности у меня лично нету классный стоит смеситель посмотрите какой гусак у него большой удобный уже в сборе идет у нас душ прикручен все уже прикручено то есть нам остается освободить сам стол и уже подключить к центральному водоснабжению и стол будет готов к работе в ближайшее время то есть друзья вам не нужно будет вот эти вот колеса прикручивать болтики крутить это просто замечательное решение для экономии времени покупателя друзья колоссальная не все любят собирать мебель я это прекрасно знаю мир мелочь вот эту мелочевку прикручивать и производителю за это просто огромная благодарность что вы заботитесь даже вот с этих мелочи потому что на самом деле мелочи не существует реальная экономия трудозатрат друзья но колеса мощные либо одно колесико застопорить либо сразу два и два колеса естественно у нас просто вот без топорей ну ванна конечно суперская все аккуратно швы все зачищены все заварено вы используете тоже глубокие ванны и вы знаете насколько это удобно вот эта ванна она еще длиннее еще шире соответственно здесь можно больше различных мероприятий сделать как с сырами так и с мойкой оборудования человек который например занимается мясоделием или еще какими-то либо производством продуктов потому что ванна в любом цехе она необходима почему когда я подбирал оборудование а как правило мы оборудование сначала ищем на каких-то сторонних сайтах там по типу авито что-то бушное то друзья ищите сразу глубокие ванны вы поймете что вы не прогадали сейчас на него цена более чем адекватная если вы начнете сравнивать цены на оборудование аналогичные вы поймете о чем я вам говорю потому что ценники переваливают далеко уже за 100000 туда дальше есть комментарии где люди пишут вот дорого вот еще хочу дешевле хочу бесплатно надо чтобы в россии производители делали чуть ли знаете не за копейки но не будет такого друзья не будет вы поймите что если вы сегодня это не купите завтра это будет стоить еще дороже дешеветь ничего не будет вы поймите но чем раньше вы начнете что-то производить в своем хозяйстве чем раньше вы свои деревянные впустите в оборот то есть вложите обратно до в свое хозяйство в развитие хозяйства тем быстрее вы сможете на этом зарабатывать потому что многие думают что заработав там 100 200 тысяч в хозяйстве нужно их быстрее куда-то определить и на радостях эти бабки разлетаются друзья с вкладывайте обратно вкладывайте в хорошее оборудование вкладывайте в тех производителей которые имеют обратную связь с покупателями по опыту с развития своей сыроварнишь ребята делают все возможное чтобы услышать покупателя это видно тенденции развития даже по информации на сайте путь до путь самой мастерской как они начинали с каких сыроварен самые первые сыроварни бы были у нас сыроварня на 40 литров друзья которую мы также потом поменяли и у нас сейчас на настоящий момент 2 по 50 никаких замечаний к той версии сыроварни на 40 литров вы можете себе представить мы на ней отварили три полных года и она варила у нас практически каждый день ни одного замечания к ней не было ребята даже вот просто им интересно было что же произошло за это время потому что но колоссальное количество молока мы на ней переработали стоимость этого бака стоимость этой работы стоимость отношения стоимость всего в том числе души которая вкладывается в это оборудование это полностью адекватный продукт вот ну немножечко лирическое отступление и давайте сейчас я по комплектации штатив на месте я посмотрел слив также на месте столешница тоже на месте раковина замечательная такого же качества как и сама ванна нержавейка не тонкая не ржавейка как-то может подумать а и пробка еще сливная у нас есть болтики мелкие тоже есть собран за меня его уже собрали я его лишь до собрал сзади на 5 болтов крепится вот это вот как она правильно фартук фартук простите вот это столешница и друзья пробочку я также все вставил и вот вот про эту вот штучку я вам не рассказал это у нас планочка с дырочкой сзади у нас крепление под мешочек друзья но на пищевом производстве вы прекрасно знаете что все манипуляции нужно делать быстро чисто аккуратно и вы снизу поставили мешочек что-то режете сырочек например там обрезаете и все это удобно со столешницы падает прямо в мешок то есть минимальное количество манипуляции вам необходимо все удобно соответственно здесь вы порезали почистили здесь помыли передвинули что-то достали все в общем просто удивительно ну как же нам куда идти как сертифицировать свое производство друзья если вы маленькие-маленькие еще и лпх щечки да вы идете прямиком в свой сельсовет как раньше это называли ну в администрацию берете выписку из домовой книги что вы являетесь лпх там это все записано если нет такой книжки значит попросите вам ее создадут дальше вы идете в свою ветстанцию говорите ребят мы вот занимаемся производством сыров на дому в своем лпх на земле сельхоз назначения что нам сделать мы хотим вот отдельное помещение или вот отдельное свое пространство сертифицировать мы хотим показать людям что мы делаем это качественно хорошо а сейчас мы самозанятые на налогообложение нпд до до 2 4 миллионов и соответственно вам говорят ребята какое вы оборудование используете а вы им достаете вот такую заветную книжечку техпаспорт вы достаете бумажечку что здесь печати у вас что вы это не собрали сами в гараже что это сертифицированное оборудование вам говорят ну дайте нам эти сертификаты а вы их подгрузили сайта обратились к ребятам они вам на почту например выслали к вам потом приезжает ваш новый цех дают вам заветную зеленую бумажечку с печатью что у вас все чистенько водичка идет стены моются это я вам просто говорю из своего опыта вот и что у вас самое главное потому что я не помню с какого года сыровар не оборудование должно быть сертифицированы поэтому друзья помните что вы вкладываете деньги вот которую вы оплачиваете за это оборудование в себя и помогаете также производителю тем людям которые там работают и получают зарплату то есть соответственно мы сплочаемся и делаем нашу страну лучше вы понимаете мою мысль надеюсь что да при желании можно оборудовать этот стол радиотелефонной связью и позвонить например александру чернядеву алло александр благодарим вас за ваше производство и за этот чудесный удобный стол да да это антон елисеев всего вам доброго всего вам самого наилучшего успехов вам на производстве и благодарим вас за то что вы делаете качественное оборудование которое помогает людям благодарим грамотную техподдержку за обратную связь и помощь ребят ну конечно же мы благодарим весь коллектив мастерской инновации чернядева за то что вы трудитесь за то что у вас такой классный шеф-повар да и вообще все ребята у вас просто молодцы за то что вы помогаете людям за то что вы проникнулись этой идеи и за то что ваш коллектив держится на сплоченности и это видно это видно что вы делаете все от души желаю чтобы это было надолго чтобы это было с отдачей с отдачей финансовом плане ну во всех отношениях желаю всего лишь самого-самого хорошего вам вы увидите этот стол в наших следующих выпусках с мастер-классами по сыроварению говорю вам до свидания с вами был антон елисеев сыроварня елисеевых пока у меня был антон елисеевых пока у меня был антон елисеевых пока